Всем привет! Мануально мышечный тест сейчас покажу квадратные мышцы поясницы и подвздошно-поясничные мышцы, то есть тех мышц, которые держат поясницу и результат тестирования которых позволит вам понять, что делать с болью в спине. Поехали! Для тестирования квадратной мышцы поясницы нужно сделать следующее. В первую очередь мы просим пациента лечь на кушетку, либо на пол и соединить ноги вместе, то есть пятки с носками. Позиция тестирующего, то есть конкретно доктора, либо тестирующего, да, уже говорил. Следующее, мы берем ладонь и заводим ее под обе ноги таким образом. То есть задача захватить обе ноги снизу, как будто бы крючок, и встать нужно с противоположной стороны от той мышцы, которую мы тестируем. То есть сейчас мы будем тестировать левую квадратную мышцу поясницы, а стоять будем справа. Поэтому встаем справа, ноги вместе, захватываем крючком, и вот я уже у изготовки для теста. Но теперь нужно стабилизировать пациента. Что для этого нужно? Для этого нужно другой рукой прижать руку и эту к тазу руку. Для того, чтобы когда во время теста у нас не было движения всего корпуса по кушетке. И еще одна стабилизация будет руками пациента. Мы просим пациента руками взяться по краям за кушетку с обеих сторон. Если это пол, то прижать руки к полу. Исходное положение нам также нужно укоротить мышцу, сделать преднатяжение. Для этого мы где-то на 15-20 градусов примерно ноги в сторону отводим. То есть сейчас я укоротил квадратную мышцу поясницы слева. Здесь захватил, здесь стабилизировал, руками застабилизировался пациент. И теперь я стою в разножку. Сейчас не помогайте. Тест будет следующим. Я делаю движения в корпусе вот это. То есть у меня рука, предплечье параллельно будет к кушетке, либо полу. Еще раз встал, удерживаю. Он держится. Я здесь держусь. Расслабьтесь. Вот это вот тестирующее движение. А теперь просим пациента давить обеими ногами в левую сторону. Просто сейчас давите обеими ногами в левую сторону. То есть вот это движение должно быть. Запомнили? А теперь тестируем. Стабилизация, стабилизация, исходное положение. Давите ногами влево. Давим, 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 давим. Все. Это тонус. Показываю с другой стороны. Тест с другой стороны. Правой мышцы квадратной поясницы. Точка приложения. Стабилизация. Стабилизация. Выводим в преднатяжение. Просим давить ногами вправо. Фаза натяжения. И теперь растяжение. Получаем тонус с обеих сторон квадратной мышцы поясницы. Если будет гипотония, вы поймете это следующим образом. Давите вправо и расслабьтесь. И вы получите результат, что пациент не может двумя ногами давить в ту или иную сторону. От этого можно понимать, что там есть дисфункция. И что надо мышцу это просто восстановить. А как восстановить квадратные мышцы поясницы, вот в подсказочках сейчас выйдет вам. Там я показываю, как ее лечить. Тестирование подвздошно-поясничной мышцы. Достаточно мощный стабилизатор. Именно поясничного отдела. А также преднатяжитель грудо-брюшной диафрагмы. Диафрагма входа в малый таз. В общем, очень важная мышца. Показываю, как тестировать. Для этого нужно сделать следующее движение. Мы сразу одномоментно будем делать в трех плоскостях. Сгибание, ротацию. И отведение ноги. Нам нужно встать с тестирующей стороны. То есть правая подвздошно-поясничная мышца. Нам нужна правая нижняя конечность. Правая нога. И опять же повторюсь, в трех плоскостях работа. Мы берем с внутренней стороны. Захватываем стопу. Таким образом. И теперь нам нужно ногу согнуть. Отвести. И ротировать наружу. То есть еще раз. Сгибание, отведение, наружнее вращение. Вот так. И просим здесь удерживать ногу пациента. Вот так будет у нас выглядеть исходное положение. В градусах это следующим образом. То есть нам нужно согнуть на примерно 20-25 градусов. Отвести так же примерно на 20-25 градусов. Чтобы протестировать как группу и подвздошную, и поясничную мышцу. И сделать наружнее вращение, исчерпывающее. То есть насколько позволяет нам тазобедренный сустав. Вот. Таким образом мы просим удерживать пациента ногу. Сами в этот же момент стабилизируем. В градусах это следующее. Мы сгибаем на 20-25, отводим примерно так же на 20-25 и сделаем исчерпывающую ротацию. То есть максимально, насколько позволяет нам бедро и колено. В этот же момент сразу стабилизируем за противоположное бедро пациента. И просим удерживать ногу. И вот он удерживает. А если мы стабилизировать не будем, то таз его будет ерзать. И во время теста давите ногой вверх, у него все будет сгибаться. Но это не совсем качественно. Поэтому стабилизация. Можете исходно сразу. Стабилизация, сгибание, отведение, наружная ротация. И просим удерживать ногу здесь. После этого тестирующая рука находится на внутренней поверхности нижней трети голени. Тест нужно делать быстро, нога будет уставать. И задача нам встать вот таким вот образом и сделать 90 градусов в локте для того, чтобы тестировать. Встали. Ноги на ширине плеч. Просим удерживайте ногу. И задача надо будет, чтобы пациент давил ногой вверх. Не куда-то вовнутрь. Не в вас, а вверх. Удерживаем. Стабилизировали. Приложились. И просим давить. Расслабьтесь. А теперь показываю, как выглядит сам тест. Стабилизация. Сгибание. Ротация. Отведение. Удерживаем. И просим давить вверх. Давите вверх. Сами. Делаем тест. То есть движение должно быть направлено. Держите ногу. Расслабьтесь. Вот сюда. Вот таким вот образом. То есть вектор этот. Покажу с другой стороны. Стабилизация. Сгибание. Отведение. Внутрь. Наружнее вращение. Наружнее вращение. Удерживаем. И просим давить вверх. Вверх, 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 вверх. Отлично. Вот и вам тест подвздошно-поясничной мышцы. А как полечить ее? Сейчас в подсказках вам выйдет. Как залезть и отмассировать, отработать подвздошную часть подвздошно-поясничной мышцы. Исходя из данных теста, вы можете отработать массажными движениями, просто банально глубоким массажем, устранить триггерные точки в гипотоничной подвздошно-поясничной, либо квадратной мышце поясницы. И уже стабилизировать таз и поясничный отдел для того, чтобы уменьшить боль в пояснице и в вышележащих отделах. Поэтому пользуйтесь.